Лужи – первая примета весны в Нарьенмаре. Примерно с середины апреля каждый год город начинает плыть. На дорогах и во дворах разливаются маленькие озера, полноводные моря и глубокие реки. Кому как повезет. Обильное таяние снегов, головная боль не только горожан, но и коммунальных служб. Эти несколько недель они работают в усиленном режиме. Ольга Руссул продолжит. Каждый год примерно на три недели Нарьенмар превращается в Венецию. Реки и каналы разливаются прямо по городским улицам и дворам. Основная причина такой метаморфозы – снег, который обильно выпадает на Крайнем Севере каждую зиму. Весеннее таяние снегов – проблема не только горожан, но и коммунальщиков, которые денно и ночно борются за чистоту городских улиц. Ну, если учесть, что зима была очень многоснежной, то уборка улиц проводится качественно. Наша управляющая компания также убирает снег. У нас сухая дорога и тротуар. У нас вот здесь, вот возле Тыковылка-2, все хорошо убирает снег. А город в целом? В целом, но оцениваю, что нормально, да, где не идешь, везде трактора работают, машины снег вывозят. В целом, думаю, хорошо. Мне кажется, в этом году, по крайней мере, наш двор убирает лучше. Напротив дома лужи меньше в этом году намного, чем обычно. Обычно у нас озеро-море, в этом году нет. Ну, центральные улицы, я думаю, более-менее убраны в этом году. Но горы и снега еще лежат по городу. Еще есть на чем работать? Есть, да, есть. Вывозить и вывозить. Введение управляющей компании «Успех» 28 домов. Большинство из них расположены в центральном микрорайоне. Кроме того, есть объекты на улице Совхозной, Заводской и Красной. Техника приглашается по мере необходимости, так скажем, вызывается. То есть, ну, постоянно работают маленькие тракторы, НКСМ, который называется, такой небольшой. И, ну, когда необходимость уже конкретной уборки снега доскональной, тогда приглашаются погрузчики фронтальные, либо какие-то тракторы и самосвалы. Ну, в зависимости, по ситуации, там, может работать, допустим, два трактора, несколько самосвалов, или один трактор, несколько самосвалов, либо один и один. Ну, то есть, в зависимости от того, какой объем снега необходимо вывести. Уборка веренных территорий управляющей компанией производится в соответствии с графиком и по заявкам жителей. Например, за прошлую неделю поступило семь обращений, две заявки уже обработаны. Для более быстрого реагирования и связи с жителями управляющая компания завела странички в социальных сетях. У нас ежедневно производится осмотр территории, объезжают территорию мастера, смотрят, в каком состоянии, где какая-то критическая ситуация. Например, там, лужа скопилась, сегодняшняя актуальная тема – скопление воды, предположим. Либо нужно убрать, допустим, снег, потому что он способствует скоплению этой самой лужи. Ну, то есть, это все смотрится, мониторится. И потом обсуждаем, и где необходимость возникает, сразу приглашается техника. Бывает так, что, допустим, звонят и говорят, что нам нужно убрать, а мы говорим, а у нас уже там техника на подходе. Муниципальное предприятие «Чистый город» производит уборку в центральной части Наринмара в микрорайонах Мирный, Новый поселок, Кармановка. Работы ведутся в три смены. В первую на линию выходит 19 единиц техники, в том числе для уборки, вывоза снега и откачки талых вод. Во вторую – 17 единиц, а в третью – ночную – 4. В этом году обращений по поводу объема большого количества талых вод меньше по сравнению с тем же с прошлым годом. Стараемся, учреждения максимально задействованы все ресурсы, которые только возможно. Это наняты сторонние организации, задействованы все единицы спецтехники нашего учреждения. Уборка улиц и междворовых территорий производится по утвержденному графику, также по заявкам горожан. Сталкиваемся с такой проблемой, что зачастую граждане оставляют свои транспортные средства в местах, не предназначенных для этого, и это, естественно, способствует сложностям по уборке. Вопросы по уборке городских улиц обсуждались в ходе совместного заседания депутатов городского совета и мэрии. Парламентарии настаивали на системной работе в уборке города и объединении и координации деятельности муниципальных предприятий и управляющих компаний. Важно, чтобы каждый житель был проинформирован о том, какая компания отвечает за данную территорию. Мы в таком, в оперативном, совместно с администрацией города, депутатский корпус, буквально в таком, в ручном режиме, по тем болевым точкам, которые есть, где у нас скопление луж, где междворовые проезды. И действительно, эта работа в течение недели была активизирована. Даже выходные работало предприятие и управляющие компании. Звонили мысли, жители напрямую выходят на управляющие компании. И есть отклик положительный. Когда работы по вывозу снега и уборке дворовых территорий подойдут к концу, депутаты городского совета намерены собраться вновь и подвести итоги.